Здравствуйте, ребята! У нас сегодня шестая лекция — модели безопасности информационных систем. План лекции — концептуальная модель информационной безопасности, математическая модель информационной безопасности и функциональная модель информационной безопасности. Концептуальная модель информационной безопасности отвечает на общие вопросы и отражает схематично общую структуру модели информационной безопасности, на которой, как на стержне, строятся остальные модели и концепции информационной безопасности. Для построения концептуальной модели информационной безопасности, независимо от того, насколько простая или сложная у вас информационная система, необходимо как минимум ответить на три вопроса. Что защищать, от кого защищать и как защищать. Это обязательное меню, которого может быть достаточно для небольших информационных систем. Однако, принимая во внимание возможные последствия, то лучше выполнить построение полной концептуальной модели информационной безопасности, в которой необходимо определить источники информации, приоритет или степень важности информации, источники угроз, цели угроз, угрозы, способы доступа, направление защиты, средства защиты, методы защиты. Перед вами дана схема, то есть, если определяем средства защиты, это у нас физические, аппаратные, программные и криптографические. То есть, если это у нас методы защиты, упреждение, предотвращение, пересечение, противодействие. Если у нас это источник информации, то есть документы, средства связи, электронные носители. Перед вами дана обширная структура, после каждой есть объяснение, но есть места, которые не даны объяснением. То есть, это источник угроз, цели угроз. Вам придется самим эту схему до конца доделать, то есть, дописать. Построение концептуальной модели информационной безопасности принято разделить на несколько различных уровней. В большинстве случаев достаточно двух уровней. Верхнего, организационно-управленческого, который охватывает всю организацию, и корпоративную информационную систему. И нижнего, или сервисного, который относится к отдельным подсистемам самой информационной системы и различным сервисами. Концепцию или программу верхнего уровня возглавляет лицо, напрямую отвечающее за информационную безопасность организации. В небольших организациях, это, как правило, сам руководитель организации, более крупных, это обязанность выполняет, или руководитель IT-подразделения, или непосредственно руководитель отдела по обеспечению информационной безопасности, если таковый отдел выделен в отдельную структуру. В рамках программы верхнего уровня принимаются стратегические решения по безопасности. Данная программа должна содержать следующие главные цели. Это стратегическое планирование, разработку и исполнение политики в области информационной безопасности, оценка рисков и управления рисками, координация деятельности в области информационной безопасности, контроль деятельности в области информационной безопасности. Главная цель или концепция программы нижнего уровня – это обеспечить надежную и экономически оправданную защиту информационных подсистем, конкретных сервисов или групп сервисов. На этом уровне принимаются решения по вопросам, какие механизмы, средства и методы защиты используются, закупаются и устанавливаются технические средства. Выполняется повседневное администрирование, мониторинг системы информационной безопасности в целом и отслеживание и состояние слабых мест. Проводится первичное обучение персоналу. Обычно за программу нижнего уровня отвечают ответственные руководители подразделений по обеспечению информационной безопасности, системные администраторы и администраторы и руководители сервисов. Важнейшим действием на этом уровне является оценка критичности как самого сервиса, так и информации, которая с ее помощью будет обрабатываться. Математические и функциональные модели информационной безопасности Математическая и функциональная модель напрямую связаны друг с другом. Математическая модель представляет собой формализованное описание сценариев в виде логических алгоритмов, представленных последовательностью действий, нарушителей и ответных мер. Расчетные количественные значения параметрных моделей характеризуют функциональные зависимости, описывающие процессы взаимодействия нарушителей, системы защиты и возможные результаты действий. Именно такой вид модели чаще всего используется для количественных оценок уязвимости объекта и построения алгоритма защиты оценки рисков и эффективности принятых мер. При построении данных моделей необходимо опираться на следующие важные обстоятельства. Выбор математически строгих критериев для оценки оптимальности системы защиты информации для данной архитектуры информационной системы. Четкая математическая формулировка задачи построения модели средств защиты информации, учитывающая задания заданные требования к системе защиты и позволяющие построить средства защиты информации в соответствии с этими критериями. На практике в условиях многочисленных рисков, угроз, безопасности произвести подобную численную оценку без использования методов математического моделирования очевидно не представляется возможным. Для примера рассмотрим математическую модель экономической оправданной системы минимизации и рисков информационной безопасности. Пусть технической или социально-экономической системе заданы найдены зависимость рисков отказа работоспособности системы от затраты XI на этих избежениях исключения или уменьшения в этом направлении обеспечения информационной безопасности. И равно от 1 до N – это количество указанных направлений. Таким образом, при минимизации рисков информационной безопасности будем использовать такой показатель, как уровень затрат материальным или стоимостным выражениям на восстановление работоспособности системы в случае отказа по одному или нескольким направлениям. Определим далее следующие величины суммарный риск отказа системы Z – это максимальная сумма затрат за уменьшение выделенных расходов, Z – максимальная сумма затрат на реализацию I направленного и Z – минимальная сумма затрат на реализацию этого направления. Далее можно сформулировать следующую задачу математического программирования, в которой каждый из рисков необходимо свести к минимуму, при этом общая сумма затрат на их избежание должна быть меньше или равна максимальной сумме затрат на уменьшение выделенных рисков, где затраты на избежание угроз каждым из направлений должны быть больше минимальной суммы, заложенной для данного направления, но при этом не превышать максимальную сумму для этого же направления. В зависимости от цели решаемой задачи может быть построено и применено множество математических моделей, части системы информационной безопасности, которые могут еще на стадии проектирования системы информационной безопасности оценить ее эффективность. Последним немаловажным вопросом при построении любых моделей или систем является жизненный цикл данной модели или системы. К сожалению, недостаточно только построить систему информационной безопасности, применяя различные модели, но также необходимо соблюдать жизненный цикл данной системы, в котором, вне зависимости от размеров организации и специфики ее информационной системы, работа по обеспечению информационной безопасности в том или ином виде должны содержать следующие этапы или шаги, представленные на рисунке 2. Жизненный цикл системы информационной безопасности. При этом важно не упустить какой-либо существенный аспект. Это будет гарантировать некоторый минимальный базовый уровень информационной безопасности, обязательный для любой информационной системы. То есть мы начинаем планирование и разработка, внедрение или реализация, проверка или мониторинг, корректировка или усовершенствование. То есть по этим жизненным циклам состоит информационная безопасность. Контрольные вопросы. Вам даны несколько контрольных вопросов, нужно на них ответить после того, как вы просмотрите видео. Каковы возможности последствий нарушения конфиденциальности, целостности и доступности этой информации? Каковы угрозы, по отношению к которым данные информации, сервис и пользователи будут наиболее уязвимы? Существуют ли какие-либо особенности сервиса, требующие принятия специальных мер, например, территориальная распределенность или любые другие? Каковы должны быть характеристики персонала, имеющие отношение к безопасности? Это компьютерная квалификация, дисциплинированность, благонадежность. Каковы законодательные положения и корпоративные правила, которым должны удовлетворять сервис? На этом наша лекция подошла к концу. Если будут какие-то вопросы, можете написать в форуме. И ответы по контрольным вопросам тоже жду в форуме. Спасибо за урок. Урок закончен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!